всем привет на ремонте у нас две пушки термо которые не стреляют первая у нас 24 киловатта представлена термия представитель производитель какая поломка суть того что если вы не специалист не стоит сюда однозначно лезть как нам рассказал человек который привез данный инструмент электрики ли кто там полезли решили удлинить до кабелью сетевого до всего слова не знаю посредственник они перепутали ноль с фазами и выгорели контакторы вот здесь научу они даже сами разбирали сказали здесь выгорело вот так вот печалька вот так вот просто кабель хотели удлинить что они здесь на портачили ну почему могла это катушка выгорит потому что скорее всего сюда зафигарили две фазы место фазы и 0 и он она выгорела скорее всего так но тем не менее вот так вот и за это даже не халатность не знания либо вот так вот не профессионального подхода просто электрики электрики такие которые лампочные так что будем менять рабочие не они хотели ускориться не ждали может электрика ну короче что владелец сказал два контактора меняем я даже этот не разбирал нужно сроки поджимает все летим по контакторы так пацаны что контакторы эти найти проблематично было для нас в эпицентре они только на 220 нам нужны на 380 принципе можно через интернет заказ заказывать в самом эпицентре когда придет службу доставки короче все такое от стола к столу посоветовали нам обратиться в магазин вольта который находится на шинной по моему 29 либо 26 и мы уже владеем вот такими контакторами два штуки так что осталось нам это все установить и будет готова наша пушечка будет готова все полетели контакторы то мы привезли теперь проблема у нас что вот это все геморройная здесь вроде бы раз-два всего лишь болтика который крепит контактор но гаечки находятся вон там изнутри то есть надо будет первоначально однозначно решетку защитную снимать а там уже придется и обветилятор обдува снимать подключать то тоже здесь несложно но монтаж усложнен а снявши защитную решеточку мы еще получаем нужно отключать термодатчик вот здесь его установили вы получили вроде бы не снимали вентилятор так маленький нас удивил вакуумная упаковочка и здесь вот это что влага утягивает убирает себе капсул клетит все устанавливаем данный новый контактор и даже мы подключили 220 вот на клемму l3 и 0 по той причине почему сюда подключили для проверка потому что вот это здесь три фазы и вот это вот это только мастер может такое делать потому что он как-то имеет иммунитет к электричеству так его здесь 0 если ребята перепутали его здесь сюда шваркнули две фазы потому-то и заре а так я не довел это все электричество бахнула меня избила вот это идет у нас два проводка это на катушке вот эти магнитные которые на коннекторе теперь мы здесь включаем идет напряжение на обдув отлично теперь включаем при проверке контакторы должны срабатывать магниты проверяем вот эти кнопки звонишь звонится переходим на соседнюю стоящую кнопку не мешай тестить а это сгорело вот поэтому магниты не срабатывает так что под замену эту кнопку но это понятно что включается вентилятор однозначно работать можно тестировать дубль 2 нашли метод проверки контактора количество двух штук работает отлично и так следующая термо пушечка у нас термия снова включается включается так терморегулятор слышно 20 на 380 такая малютка сейчас на данный момент технически нет у нас 380 визуально определяем что у нас эта модель 3 на 409 киловатт и видим следы спереди было там черное пятно и здесь наклейка приобрела 3d формат уже видите как она искривилась а теперь переходим внутрь уже наблюдаем что вот здесь я не понимаю почему здесь он не должен был нагреваться провод и здесь и здесь это термодатчик почему там принципе нагрузки нет то здесь такое маленькое расстояние до корпуса дальше здесь видим уже изоляция поплавилась и уже капала на корпус это у нас что пошло это у нас это у нас это что это что это короче вот здесь чувак произошел перегрели здесь так вот это по-моему 200 сеть приходит сюда у нас ну короче перегрели почему-то может быть вентилятора обдул не работал ну короче здесь придется поработать однозначно после замены проводки мы даже ее усовершенствовали проводка на тэна идет в два раза большим сечением прозвонили кнопки звонятся и его здесь находится два контактора здесь принцип работы контактора вот а1 и а2 это здесь находится контакты катушки она как электромагнит подаем сюда напряжение она должна прижать и вот эти три фазы должны законнектиться пойти напряжение на тены точно так же здесь это все работает подается напряжение сюда вот этой кнопочкой у нас большое включение то есть подали напряжение оно должно сработать будем проверять не буду что она целая серый посмотрим ладно вот это хотел не менять но коллега и давай все краски поменяем на этой картине ладно поменяем вот это тоже здесь большое сечение поставим как и здесь продолжаем ремонт да так не говорил если здесь находится катушка на этих клеммах то нам нужно ее прозвонить она на прозвонку не пойдет будет показывать у нас 970 он это нормально так подкинули 220 на кнопку включения чтобы кнопка подавала напряжение на электромагнитной катушке контактов и мы можем наверное уже затестировать мы полностью все уже удалили эту по плавающаяся проводочку также нажимаем кнопку вентилятора этого включения и нам нужно обязательно проверить работает ли обдув отлично обдув работает без проблем теперь мы нажимаем кнопку включения нагрева оба контакта один работает 20 отлично и теперь 2 проверяем рядом стоящий есть и 2 тоже работает отлично отключаем от сети и нужно будет поменять этот термодатчик под той причине что мне не нравится вот это контакт который телепайка так сказать у него нету контакта твердого так сказать из этого может подгорать вот этот заменим сейчас открутим посмотрим какая температура срабатывания и можно сказать что ремонт будет завершён более здесь уже нечего ремонтировать все запускается главное чтобы клиент правильно теперь подключил не накосячил как с большой термопушкой там накосячили при подключении удлинение сетевого кабеля номиналом 250 вольт 16 ампер и температура срабатывания срабатывания 60 градусов